Очередное возгорание произошло в округе и снова пожарным пришлось ехать в малосемейку. На этот раз горел мусор на лестничной клетке по адресу улица Ленина, 11А. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру специальной пожарной части номер 4 в обеденное время. На место происшествия отправилось три пожарных расчета. По прибытии выяснилось, что горит мусор на лестничной клетке девятого этажа. В подъезде было сильное задымление. Пришлось даже эвакуировать жильцов правого крыла дома, проживающих на девятом этаже. В одной из квартир находился 9-летний мальчик, который на момент пожара в доме был один. Его пожарные вынесли на свежий воздух. Ребенок, конечно, сильно испугался, родителей не было дома, был в панике. Как всегда, причиной пожара стал загоревшийся мусор, которым буквально завалены все лестничные пролеты. Неприглядная картина предстает перед глазами, как только переступаешь порог этого дома. Безобразно валяющиеся под ногами пакеты с бытовыми отходами. Строительный хлам на каждом этаже. Зрелище, прямо сказать, не из приятных. К тому же всевозможным мусором завалены не только лестничные пролеты, но и заброшенные комнаты. Судя по всему, нерадивым жильцам легче вывалить мусор рядом со своей квартирой, нежели донести его до мусороприемника. Взять хотя бы вот эту заброшенную квартиру на пятом этаже. Сход сюда свободный, двери забиты какой-то непонятной деревяшкой. Так что зайти сюда может любой желающий и выбросить мусор. С возгоранием пожарной справились достаточно быстро. Стоит отметить, что это не единичный случай. Огнеборцы буквально каждый день выезжают на тушение пожаров малосемейки. Опять обращаемся к жителям таких домов. Просим вас, выносите этот мусор на улицу рядом с мусороприемниками, чтобы управляющая компания вывозила этот мусор. Не оставляйте так, чтобы была возможность посторонним лицам, я не знаю, даже жителям этого дома, бросить окурок и чтобы все это воспламенилось. Проблема с мусором решаема и выполнима. Все, как говорится, в ваших руках, уважаемые жители малосемеек. Просто попробуйте для начала не складировать мусор у себя под ногами. А если еще и управляющая компания «Вертикаль», которая обслуживает данный дом, будет вовремя возить бытовые отходы, то, возможно, и удастся навести порядок в этом многоквартирном доме общими усилиями. Главное – не быть равнодушными. В выходные дни огнеборцы также выезжали на тушение возгораний. Горел мусор, сухая трава на одной из сопок в районе Абрека, а также на улице Усатого 7, балкон на третьем этаже четырехэтажного дома. Сообщение о том, что горит квартира на улице Усатого 7, поступило оперативному дежурному специальной пожарной части номер 4 27 апреля в час 43 минуты. На место происшествия незамедлительно выехали огнеборцы. По прибытии выяснилось, что горит не квартира, а балкон на третьем этаже данного дома. Пожарные незамедлительно приступили к ликвидации очага возгорания. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Как оказалось, на балконе воспламенились горючие материалы, в основном пластиковая тара. В ходе пожара пострадал также балкон четвертого этажа. Были деформированы сайдинг-панели. Ликвидировать очаг возгорания удалось за 5 минут. В момент пожара в данной квартире никого не было. Уже позже хозяйка предположила, что причиной пожара мог стать брошенный окурок с балкона четвертого этажа, либо с балкона, располагавшегося по соседству. Что на самом деле явилось причиной возгорания, а также сумма ущерба установят пожарные дознаватели. Также в этот день открытым пламенем горел мусор в районе гаражей Тихонова-7, мусор в районе дипломата. Кроме того, был зафиксирован низовой пал. Горела сухая трава в лесном массиве в районе Абрека. В связи с этим сотрудники пожарной охраны напоминают о том, что причиной пожара в теплую погоду может стать и брошенная спичка, и окурок, и сжигание мусора, и разведение костров, и многое-многое другое. Поэтому при первых признаках пожара о нем нужно сразу же сообщать по телефону 01 или 28 086.